Приветствовал всех настоящих ценителей бокса. Только что посмотрел свежее интервью Василия Ломаченко. Первое большое интервью после его поражения Теофима Лопесу. И хочу с вами поделиться впечатлениями от интервью, а также сделаем из него весьма любопытные выводы. Я тут понаделал пометок. Также очень важно, я считаю, что важнее гораздо чем посмотреть мое видео, лучше посмотрите само интервью. Где оно доступно? Наверное много где, но в том числе в моем телеграм-канале Лаборатория бокса 2. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео и можете прямо зайти и посмотреть. Теперь будем идти по пунктам. Почему интервью Василия я считаю ценным? На самом деле здесь есть прямо реально большая тонкость. Большинство боксеров, хороших людей, достойных, но практически все они немного лукавые. То есть такие политики, они говорят то, что нужно говорить, а не то, что они думают или то, что произошло. И в этом вся беда, потому что правды от них ты. Ну они его просто скроют. Так вот Василий, я хотя много раз его критиковал. Посмотрите мой обзор фильма Попаченко. Там многие были просто возмущены. Говорят, что я буквально обгадил достойного человека, увидел в нем что-то плохое. Но я говорю то, что я думаю. Так вот, я уверен, что Василий Ломаченко является прямо таким очень честным и открытым. То есть, ну каждый может где-то слукавить. Да. Но в целом, вот примерно видно, что даже если он где-то что-то слукавит, то ему это конкретно неприятно. Поэтому он говорит правду. И его ответы за счет этого очень ценные. Теперь сама суть интервью. Что мы узнали? Одно из самых главных. Я, например, считал, что после этого поражения Василий, возможно, вообще бросит бокс. Это звучит странно на первый взгляд. Но понимаете, у человека огромное эго, огромная гордость. Гордость заслуженная. То есть, он по характеру ну просто сверхчемпион. И когда ты слаб, когда ты обычный человек, там просто нормальный, чуть-чуть сильнее среднего, ну проиграл там, всякое бывает, можно собраться. Я бы Лопесу если проиграл, да я там вообще бы лучше еще этого Лопеса сальто назад сделал. Просто от самого факта, что я с ним сразился. Но когда ты такой, как Василий, то это поражение на самом деле, оно может просто раздавить тебя. И чем ты именно круче, чем ты как бы лучше, казалось бы, тем оно больше тебя может раздавить. В этом как бы вся беда. И в этом интервью мы узнали, что Василий Ломаченко, он четко собирается продолжить карьеру. Это первая информация. И вторая информация, очень тоже важная, что он остается в своем весе. 61,200. Никуда не будет вниз спускаться. Еще я, ну, немного подсматриваю. Мы идем по пунктам. Тоже, что очень важно. Что Василий Ломаченко в этом бою считает себя победителем. И здесь даже можно вернуться к его честности. То есть это важно. Что он не делает твит, а что он внутри себя абсолютно искренне считает, что он выиграл. Или как минимум не проиграл. И он дает свою схему, что, грубо говоря, всю первую половину боя, первые шесть раундов, он все проиграл, кроме второго. А всю вторую половину боя он, наоборот, выиграл. Ну, кроме разве что двенадцатого. И то есть получается как бы ничья. А также есть три последних раунда, чемпионские раунды. По схеме Василия два из них он выиграл. Значит, он заслуженный победитель. Это такая вот схема. Окей, да? Это первый момент очень интересный. Ну, опять же, у каждого свое мнение. Я, например, я не собираюсь... Если я говорю, что Василий хороший, что он достойный, это не значит, что я как бы вот буду топить за него в целом. То есть я считаю, что он проиграл. Но это мое мнение. У вас может быть другое мнение. У судьи было третье мнение. Кстати, о судьях. Василий сказал, что судьи были заряжены. По-моему, даже он такое слово сказал. Прямое. Заряжены. Даже если бы я в первой половине его шести раундов взял три раунда, еще три раунда, то на записках я бы не выиграл поединок. А что это говорит? О чем это говорит? От предвзятости, наверное. Это не от предвзятости, это от заряженности говорит. Это о том, что судьи были заряжены. То есть там и не пахло тем, что судили бы объективно и судили бы как-то честно. Это очень спорно. Заряжены, не заряжены. Я вот реально думаю, что Василий проиграл. Но сами слова Василия мне крайне понравились. Это прямота. Потому что он сказал то, что он думает. Вот все ходят вокруг да около. Вот Геннадий Головкин. Ну, я считаю, его просто обокрали в бою с Канело. Он такой вежливый был. То есть он сдержанный. Спасибо за бой. Спасибо судьям. Им виднее. Показали красивый бокс. Покажем еще. Ну, вот и все ответы, да. Хотя потом тоже он, кстати, уже пару раз искренне сказал уже там спустя год. Василий, то есть вот красавчик просто вот. Его тоже в первом бою помните с этим Солидо? Ниже пояса били. Он там что-то молчал с отцом. Да, как рыбы в рот воды набрали. То есть здесь абсолютно вот что он думает, что как бы он считает, что его хотели обокрасть заранее. Может быть он не прав, может быть прав, но он прямо об этом сказал на весь мир. Чемпион именно по духу дикое уважение. Движемся дальше. Причины поражения. Все, по сути, у Василия, главное его объяснение вертелось вокруг травмы. Что у него была травма, я не помню, по-моему, правого плеча. Там причем лучше посмотрите интервью, он там очень подробно объясняет, что была старая травма, ее как бы залатали. Потом вроде была новая, а выяснилось там была плюс и старая. И на МРТ не все было видно, а на самом деле уже потом стало понятно, что повреждения гораздо больше. И что он делал специальные уколы перед боем, чтобы снять боль. И они как бы не думали, что травма именно глубинная. То есть они думали, что это чисто болевая такая травма. А оказалось уже после боя они это поняли, что она была очень глубинная. Ну и так далее, так далее, так далее. И также у него там спрашивают, а почему ты не снялся с боя, если ты такой травмированный? И он объясняет, кстати, очень доходчиво. Вот реально вот видно, что он говорит правду. Ну, в своих рамках то, что он думает. Что был такой шанс, что если бы он снялся, то потом неизвестно вообще была бы возможность сразиться за Абсолюта или нет. Что как бы это его мечта. Хотя бы в каком-то весе стать Абсолютом. Что он считает, что только Абсолют это настоящий чемпион. Блин, реально красавица. Говорит то, что есть по сути. Так и есть. Потому что этих чемпионов сейчас развелось как нерезаных собак. Это же абсурд. Вот. И в общем, как ни странно, я вот хотя и считаю, что проиграл Василий, критиковал его много раз. Я его в этом тоже поддерживаю. Потому что у меня у самого были травмы на моем маленьком уровне. Три раунда по три минуты выйти. Вот у меня локоть сейчас болит. Это так мешает. Это мешает тренироваться. Это мешает тебе биться. Это где-то не хватит раскрепоститься. Именно вот так вот просто руку кинуть можно. А вот именно забыться, чтобы прям вот всадить ни о чем не думая. А не сможешь. То есть это все влияет, конечно. И то, что травма повлияла, ну в принципе я ему верю. С этим как бы все окей. Теперь предлагаю перейти к двум самым главным выводам. Первое. Вот это была для меня большая интрига. Василий, какой он. Насколько его раздавило это поражение. Там заслуженное, незаслуженное. Засудили его, не засудили. Но это же влияет дико. И я увидел, что Василий, он ранен. Мне кажется морально. Но это четко видно. Просто посмотрите. Он периодически прямо эмоции включал на интервью. И это нормально. Иначе и быть не может. Но самое главное. Что в целом он готов. Готов к новым свершениям. Готов к боям. Готов вновь биться за титул. То есть он рассыпался. Но как-то он переформатировался. Нашел новые смыслы. Нашел новую мотивацию. Еще и остается в этом же весе. То есть глобально он на хорошем пути. Как бы все хорошо. Это первое. Второе. Менее радужное. Немножко заумно скажу. Я вот недавно прочел две книги. Про Бориса Березовского. Это такой русский олигарх. Если кто не знает. Уже он умер. Или может быть убили его. Это точно тоже там не совсем понятно. Но важно что. Хорош он. Или плохой. Или вообще злодей негодяй. Но интересно другое. Он был царем таким. И когда его турнули из России. То интересно другое. Что эпоха уже меняется. Уже все меняется. То есть. Но он как бы внутри себя. Он в Британии жил. И сначала во Франции. Он это не понимает. То есть он. Думает. Вот и Василий тоже. Вот как бы в своих словах. Что видит Василий. Что он как будто бы по-прежнему чемпион. Просто у него забрали эти пояса. Ну вот сейчас вот чуть-чуть реванш. Вот сейчас надо только вот. Они понимают. Он понимает. Что ему со мной нельзя боксировать. Но на самом деле он понимает. Что если будет реванш. То это совершенно другая картина будет. И это так же думал. Когда его турнули. Березовский. Что типа все прекрасно. Сейчас чуть-чуть там это сделаем. То президента поменяем. Куда? Все уже Березовский. Ты уже вообще на обочине как бы истории. А уже новые люди вообще совершенно там. Путин там. Ну все вот это вот. А уже вообще все другое. Максимум что ты получишь. Ну что или спокойно будешь жить. Или обанкротят тебя окончательно. И прибьют. Но как бы он это не видел вообще. Так вот и Василий. Я не к тому что он там сейчас обречен и проиграет. Но само видение. Он как бы в своей картине мира. Он так искренне считает. Что все как бы вот 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 он чемпион на самом деле. И послушайте как он говорит вот вообще про Лопеса. До сих пор он говорит так немножко свысока даже я бы сказал. Да что вот типа наглец там по случайности чуть-чуть захватил как бы титулы. Вот надо только руку протянуть и взять. А вот он не дается. А на самом деле эпоха сменилась. Сейчас Райан Гарсия. Дэвин Хэйни. Вы вообще видели Дэвин Хэйни? Это кто такой вообще? Он высоченный резкий взрывной. Джирвонто Дэвис. То есть они все по сути пришли. И у Василия до этого соперников такого уровня не было в профи. Линароса многие приводят в пример. Ну блин не знаю. Я не считаю что Линарос такой крутой. И возможно Василий бы их и победил. Особенно пару лет назад. Ну вот эта новая волна. Да я считаю это по сути происходит смена эпохи. Ну в том числе из-за возраста. Да из-за времени это нормально. Но Василий он как бы вообще это не видит. Как бы не чувствует. То есть он видит вот что свою картину. Вот это тоже достаточно интересно. Ну что мы с вами обсудили интервью Василия Ломаченко. Рекомендую вам его. Крайне рекомендую посмотреть. Я высказал свое мнение. Может быть правильное. Может быть неправильное. Моя цель была навести Вас на какие-то мысли. Поделиться своим мнением. Ну и так далее. То есть. Спасибо что посмотрели это видео. Всем добра. До новых встреч. Туши камеру. Туши камеры. А вот перед его прикручен.